Газета «Нераскрытые преступления» в ответ на обращение общественной организации «Кавальер» в рамках борьбы с религиозным экстремизмом представляет. Массимо Интровиния Итальянский социолог религии, доктор философии, профессор. Директор-основатель Центра изучения новых религий. Бывший представитель председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией. Некоторые психологи пытаются говорить, что культы и секты используют промывание мозгов с целью контроля, в то время как официальные религии, по их мнению, не используют промывание мозгов. И здесь есть очень важный момент. Теорию промывания мозгов критикуют сами психологи. Очень малый процент людей до сих пор верит в то, что промывание мозгов существует как явление. Само по себе понятие промывания мозгов было придумано в недрах ЦРУ. Это известная американская спецслужба. Они придумали это слово для того, чтобы атаковать коммунистов в России и в Китае. Первый человек, который использовал понятие промывания мозгов, был Эдвард Хантер. Он был журналистом одной из ежедневных газет в Майами, но при этом был агентом одного из подразделений ЦРУ. Эдвард Хантер писал о том, что промывание мозгов — это некая магическая техника. Он писал о том, что с помощью этой техники людям промывают мозги, и это единственный способ объяснить, как люди до сих пор верят в коммунизм. Повторюсь, что изначально само понятие промывания мозгов является продуктом американских спецслужб. Цель этого продукта — затушить коммунистическую пропаганду. Чуть позже психологи, первым из которых был британец Уильям Саргард, перенесли это понятие на религию. И это несмотря на то, что сам Саргард был атеистом. При этом он был рационалистом и говорил, что если вы религиозный человек, значит вы такая же мишень для промывки мозгов, как коммунисты из России и Китая. Но Саргард не был популярен, так как он атаковал всех подряд. И католическую церковь, и русскую православную церковь. Рассмотрим следующее поколение. Отправляемся к 1960-му. Клинический американский психолог из Калифорнии Маргарет Сингер. Она разработала теорию, согласно которой промывание мозгов не используется католической и православной церковью. По мнению Сингер, эта техника использовалась только небольшими религиозными группами. В частности, она упоминает саинтологов, Харе Кришна и другие организации. Маргарет Сингер именно так и определяла секты и культы. Это небольшие группы, в которых используется техника промывания мозгов. По мнению Сингер, ключевой момент отличия сект, культов и новых духовных течений является техника промывания мозгов. Это мнение еще тогда было достаточно противоречиво. Аргументов Сингер было недостаточно, чтобы убедить социологов в правдоподобности этой теории. Почему в таком случае, после семинаров различных религиозных организаций, из тысячи человек в среднем только 20 становятся адептами? В конце концов, профессиональная ассоциация американских психологов, которая называется APA, в 1980 году организовали комиссию для того, чтобы исследовать теорию промывания мозгов, которую якобы используют в сектах и культах. Они подошли к вопросу достаточно объективно и справедливо. Они даже назначили Маргарет Сингер президентом этой комиссии. Но результат исследования этой комиссии был опубликован только в 1997 году. Вывод комиссии заключался в том, что теория промывания мозгов признана недействительной. Следующей вехой в исследовании этого явления в Америке был Курт Кейс. Однако последний случай произошел в конце 90-х со Стивом Фишманом. Его обвинили в экономических и финансовых махинациях. Позиция его защиты в суде была построена на том, что все эти операции он проводил в период прохождения курса саентологии. Он говорил, что ему промыли мозги саентологи, и поэтому он не мог отвечать за то, что он делал. Сами саентологи, безусловно, отрицали свою причастность к преступлениям Фишмана. В результате адвокаты обратились к Маргарет Сингер, чтобы она протестировала Фишмана. Вопрос заключался в том, действительно ли на курсах саентологии промывают мозги настолько, что в результате люди не могут отвечать за свои действия. В результате американский суд воспользовался решением Американской ассоциации психологов о том, что теория культов и промывания мозгов Маргарет Сингер ненаучна. И поэтому концепция Маргарет Сингер была названа нерабочей, а Стивен Фишман был признан виновным. И вообще, дело Фишмана — это норма в Соединенных Штатах Америки. Опираясь на судебный процесс Фишмана, мы можем говорить о том, что теория промывания мозгов, согласно которой люди якобы подвергаются воздействию в сектах, куртах и прочих образованиях, не принимается в американском суде. Теперь все знают, что если кто-то начинает говорить и настаивать на промывании мозгов, это невалидно. Этого явления просто не существует. Сегодня остались только отголоски прошлого. Разве что журналисты и очень малое число ученых верят в теорию промывания мозгов. А лично вы верите в промывание мозгов? Я? Нет, конечно. Но я считаю, что существует внушение. В том числе оно существует в различных религиозных организациях. При этом само внушение должно быть кем-то организовано, потому что это инструмент манипуляции. Оно постоянно используется в рекламе, политике. Также оно используется в правительстве, у которого к тому же есть спецслужбы, которые постоянно пытаются манипулировать общественным мнением. Что же касается промывания мозгов, ее представляли как магическую технику, которая якобы перестраивает головной мозг человека. В ЦРУ в свое время утверждали, что в России у людей мозг работает словно старый фонограф, который проигрывает музыку. Таким образом, можно взять одну пластинку и заменить на другую. Эту же методику позже попытались перенести на религиозные организации. Поэтому промывание мозгов так и осталось магической техникой, которая якобы влияет на мнение людей. Но на самом деле этого явления просто не существует. При этом на самом деле есть разные заинтересованные группы, которые продолжают настаивать и убеждать, что такой вид манипуляции все же существует. Людей, как и прежде, продолжают кормить этой ложью каждый день. Большое спасибо за ваше внимание. Вы настоящий профессионал.